От стройки до медицины в Могилёвской области студенческие отряды готовятся к продуктивной работе. Приглашаем всех желающих записаться к нам. Где молодёжь будет обогащаться опытом. Паутина аферы, виртуальные жулики продолжают наживаться на белорусах. Высокая доходность, короткие сроки всегда связаны с большими рисками. Какие уловки используют? За круглым столом в Бобруйске прошло городское родительское собрание. Мы в ответе за наших детей. Что стало темой номер один. А также активный процесс, депозитный счёт и по всей строгости. Удалённые СЦЭ будут пересдавать испытания в августе. Куда смогут поступить нарушители? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. За ними будущее. В Бобруйске прошли юбилейные выборы кандидатов молодёжного парламента. Выдвиженцы решительно настроены и готовы к бою. Кто претендует на место в пятом созыве и что представят самые молодые депутаты города, знает Юлия Вернер. Предвыборная кампания не даёт расслабиться ни на секунду. Каждому, несомненно, хочется стать лучшим. Как в учёбе, спорте и творчестве, так и на депутатском поприще. И пускай парламент молодёжный, цели у юных кандидатов вполне серьёзные. От 34-й школы баллотируются двое амбициозных представителей. Очень давно этого хотел. Я буду бороться, высказываться за улучшение качества учёбы, жизни молодёжи. Буду выдвигать идеи для добавления разных кружков, секций, в которых каждый может проявить самого себя. Я представляю не только свои интересы, но и школьные интересы, поэтому как раз-таки я решила баллотироваться. Мне хотелось бы поменять всё к лучшему, изучить интересы нынешней молодёжи, чтобы они проявляли больше инициативы к мероприятиям, акциям. Активная предвыборная кампания велась и в Бобруйском медколледже. Трое кандидатов подошли к делу основательно. Подготовили выступление, презентовали программу перед коллегами. На счету каждый голос. В глазах молодых выдвиженцев решительный огонь в перемешку с лёгким беспокойством. Неудивительно, на юных плечах они несут большую ответственность. Моя программа состоит из помощи более таким замкнутым ребятам, которые помогут им не попасть в какие-то безнравственные и аморальные ситуации. То есть она будет нацелена на психологическую, социальную и информационную помощь. И также я бы очень хотела заняться волонтёрством. Помощь нуждающимся людям, например, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, людям с особенностями в развитии и также детям, находящимся в детском доме. Присущий победителю, наверное, креативность, ведь в любом случае это довольно тяжёлое и ответственное занятие быть в молодёжном парламенте. Доброта, активность, позитив. Моя программа нацелена на поддержание волонтёрского движения, активное представление интересов молодёжи, также проведение совместных мероприятий с другими учебными заведениями с целью предоставления интересного опыта и также обмена ценностями. День поистине значимый. Пятый созыв обещает быть богатым на события. Всего изберут более 60 человек. 44 представителя молодёжи и ещё 22 члена назначат Президиум Бобруйского городского совета депутатов. Мы возлагаем большие надежды на новый созыв молодёжного парламента. Ждём от них активной работы, инициативной работы. Ждём созидательных, конструктивных идей, новых замыслов, новых проектов. Критерий один. Эти проекты должны работать на благо жителей нашего города. Они должны способствовать развитию города, развитию молодёжной инициативы, становлению молодого поколения в целом в нашем городе. Всё это приведёт, я убеждена, к совершенствованию условий и для молодого поколения, и для населения города, для наших бобруйчан в целом. Выборы стартовали в 28-й школе. Ученики собрались в коридоре, чтобы поскорее отдать свой голос. Доска увешана агитационными плакатами. Успехи, достижения, цели и пути их реализации. Момент ответственный и волнительный. Бланки с заветными галочками быстро заполняют урну. Это большая возможность представлять интересы молодёжи. И я в дальнейшем хочу связать свою жизнь с этой сферой, поэтому это является моей мечтой. Хочется представлять на таком масштабном уровне всю молодёжь. Конечно, волнуюсь, но я уверена почти на все 100%, что я выиграю. Процесс кипит и в Бобруйском технологическом колледже. Наблюдатели внимательно следят за ходом процедуры. Студенты стекаются в библиотеку, которая на один день стала пунктом, где вершится судьба будущих депутатов. Сегодня один из четырёх выдвиженцев займёт почётное место в молодёжном парламенте. Очень оболнительно. Я хотела бы, конечно, чтобы меня выбрали как участника. Автотранспортный колледж также активно включился в работу. Каждый хочет проголосовать за понравившегося кандидата. А они все как на подбор. Определиться с одним невозможно. Программа каждого – квинтэссенция креатива, интереса и новизны. Я баллотируюсь в молодёжный парламент для того, чтобы улучшить свой город, сделать его более красивым и перспективным для молодёжи. Проявил интерес в этом направлении, так как всегда, я считаю, то, что надо вкладывать в развитие своего будущего, развитие и будущее своих ровесников и развитие и будущее своей страны. Наши обучающиеся занимают активную жизненную позицию, принимают активное участие в развитии молодёжного движения по выборам молодёжного парламента. Горящие глаза, множество идей и, безусловно, вера в себя. Молодёжь Бобруйска уверенно делает шаг навстречу лучшему – городу, стране и будущему. В их силах запустить процесс, благодаря которому жизнь миллионов юношей и девушек станет ещё насыщеннее, интереснее, продуктивнее. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Совесть в ловушке. Отчаянные интернет-аферисты не сбавляют обороты. Только с начала года в стране зарегистрировано более трёх тысяч мошеннических деяний. Из них более 400 – преступления, совершённые под ложным статусом инвестирования. От имени «Газпрома», например, виртуальным жуликам удалось обвести вокруг пальца семерых белорусов. МВД рекомендует всегда проверять предложения о покупке акций компании в нескольких источниках, в том числе на официальных сайтах и по телефонам организаций. Никогда не переводить накопления на расчётные счета физических лиц или криптокошельки. Помнить, что высокая доходность в короткие сроки всегда связана с большими рисками и гарантировать её попросту невозможно. Если кто-то это делает, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками. В уловках аферистов всегда задействовано несколько людей. Один ищет тех, кого могут заинтересовать биржевые сделки, другой изучает потребности, платежеспособность конкретного лица, третий через мессенджеры склоняет к вложению денег в якобы высокодоходный проект. Ответы на вопросы, комфортный отдых и аграрный график. В Беларуси продолжается сев сахарные свёклы и кукурузы. Сколько площадей займёт сладкая культура? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В стране с начала апреля для многодетных семей открыто свыше 136 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал». С 1 января размер единовременного пособия чуть более 31 тысячи рублей. На досрочное распоряжение средствами было подано 83 тысячи заявлений на сумму в 826 миллионов долларов. Такая форма господдержки, напомним, назначается при рождении третьего либо последующего ребёнка. В Беларуси продолжается сев сахарные свёклы и кукурузы. В перспективе заполнить сладким корнеплодом около 100 тысяч гектаров площадей. Половина плана уже выполнена. В 2024-м отечественные аграрии планируют произвести не менее 5 миллионов тонн. Активное внимание уделяется и озимым. На полях проводят химобработку от сорняков. Удалённые с централизованного экзамена за нарушение правил его проведения будут пересдавать испытания в августе и смогут поступить только в колледж. В этом году, напомним, ЦЭ и ЦТ пройдут единые сроки для всех – и для выпускников 2024-го, и для тех, кто окончил школу ранее. К слову, в мае учреждения образования республики выпустят более 55 тысяч 11-ти классников. Республиканский профсоюзный правовой приём пройдёт в Беларуси 18 апреля. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Для удобства – предварительная запись. Вся информация о месте и времени находится на официальных сайтах областных, районных, городских объединений профсоюзов. Белорусские гостиницы могут одновременно вместить 38,5 тысяч туристов. На 1 января 2024-го Синеокая насчитывает 600 отелей и аналогичных средств размещения. Они располагают всеми необходимыми удобствами – места для работы в интернете, предоставление компьютерных услуг, экспресс-доставка корреспонденции, предлагаются помещения для переговоров, помощь секретарей и профессиональных переводчиков. Выбор в пользу труда. Активная деятельность студенческих отрядов продолжается. Более 6 тысяч инициативных ребят региона планируют обеспечить рабочим местом в студотрядах. Сформирован перечень организаций, которые включают более 200 нанимателей. Молодежь будет трудиться практически во всех отраслях народного хозяйства – строительстве, АПК, промышленности, медицине, образовании, пассажирских перевозок. Движение бубручан с каждым годом вызывает ажиотаж. В течение третьего трудового семестра запланировано формирование более 80 студенческих отрядов для разных направлений деятельности на территории города, а также выездных, сервисных, строительных и производственных отрядов. Приглашаем всех желающих записаться к нам в студенческие отряды. Трудоустроим всех. Бойцами студотрядов по итогам прошлого года стали свыше 6 тысяч человек из Могилевской области. Одно из самых масштабных и созидательных направлений БРСМ объединяет более 40 тысяч молодых людей по всей стране. Для юношей и девушек это не только возможность заработать свои первые деньги, но и получить бесценный опыт встретить новых друзей-единомышленников. 17 апреля в стране отмечают День чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Это люди, которые посвятили себя служению родной стране во имя спасения других. Положительный имидж Министерства по чрезвычайным ситуациям не сложился сам по себе. Его создали реальные люди, которые своим ежедневным героическим трудом стремятся сделать жизнь нашего общества безопасной, оставаясь по-прежнему в строю. Вы стояли у истоков этой службы, вы заложили фундамент этой службы. И сегодня мы, продолжатели лучших традиций, которые бы заложены вами, мы их продолжаем и с гордостью и честью несем почетное звание спасателя. Мы приглашаем всех наших ветеранов 19-го числа в пожарно-аварийно-подставительную часть номер 1 города Бобруйска. У вас будет возможность встретиться, пообщаться. Служба всегда открывает свои двери для наших ветеранов, всегда готова оказать помощь и содействие в любых вопросах. Только опытные и смелые способны нести службу, ежедневно бороться с огнем, спасать людей. Именно такими были, есть и остаются ветераны МЧС. Акценты расставлены. В Бобруйске прошло городское родительское собрание. В центре доп. образования детей и молодежи собрались 100 самых активных родителей, директора учреждений образования, представителей социально значимых сфер. Тема масштабной встречи – безопасность и семейное благополучие, стратегия защиты и поддержки. Обсуждение жизненно важных вопросов прошло в формате интеллектуальной игры. Для школ была организована онлайн-трансляция. Главная цель собрания – понимать, что мы в ответе за наших детей и наши общие задачи, наши, я имею в виду и родителей, и субъектов профилактики – это жизнь и здоровье наших детей. Только вместе, только сообща можно достичь результата. В рамках политического собрания определены задачи и пути их решения. В холле интерактивные зоны по самым разным темам. Результат встречи – укрепление знаний в области электро- и пожарной безопасности, поведение на воде, дороги, железнодорожных путях, киберпреступности, профилактики насилия, вредных привычек и правонарушений, семейных ценностей и традиций. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков со взором криминальных новостей недели не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!